Здравствуйте! Прямо сейчас вы смотрите одно из лучших шоу о молодости, красоте и стиле. И сегодня вы увидите... Стать дизайнером можно в любом возрасте. Вообще не вижу никаких препятствий. Вы меня прям вдохновили. Раз вы просидели столько лет дома, вы и дальше будете сидеть дома. Ничего не изменится. Ну нет, вот после слов Сергея Николаевича, Аня, я считаю, ты просто обязана... Он прям издевается. ...пойти на курсы. Ты просто обязана заняться ландшафтным дизайном. Я ему докажу. Если меня не поддерживали 22 года, что она мне крест дарит? Что вас так сильно травмирует? Слова Сергея Николаевича. Меня обижают. Я сказал правду. Уберите от меня его! Давайте обнимашки. Спасибо вам большое. Давайте и с вами, я тоже. Как мужа зовут? Ой, у него трудное имя Федорис. Федорис, у меня к вам просьба. Раз в неделю, пожалуйста, дарите ей цветы. Костюмерам! Да. В коллектив творческий. Да, да. Так мы же практически коллеги, Аня. В любой семье должна быть поддержка. И когда ты хочешь что-то делать, тебя нужно поддерживать. У меня все получится. Надо только идти вперед. Куда только идти, Ань? К дизайну. Прямо тебя не узнаю. В этот раз команда специалистов Первого канала будет стремиться сделать на 10 лет моложе Анну Косареву. Так зовут нашу новую героиню, которая смогла пройти непростой кастинг в наш проект. Анна Косарева – настоящая восточная жена. Зорко следит, чтобы муж Федорис был сыт, чисто одет, выбрит и доволен. Вот уже почти четверть века ухаживать за мужем и детьми – ее единственная обязанность. Он татарин, поэтому ему важно, чтобы он там был мужчиной с семьей. Но вот мужчины-соседи, мне кажется, иногда ему завидуют. Я не просто считаю, что ему повезло с женой, что и симпатичная, и такая трудоголик. Казалось бы, Анна – счастливая женщина. Она неплохо выглядит, любима близкими, живет в достатке. Но за долгие годы быт стал для нее каторгой. Аня мечтает вырваться из череды однообразных будней. Опять у вас грязно. Господи, недавно же убиралась. Ой, и воробьи кушают. И воробьи. Ну что, цыпы мои? Иногда работаешь в огороде, и думаешь, боже мой, надо же тебя немножко привести в порядок. Причесаться, нормально одеться. 22 года назад женщина вышла в декрет, да так и осталась в домохозяйках. А ведь когда-то ей прочили блестящую карьеру в области точных наук. Когда мне выдавали аттестат, я представляла себя Софьей Ковалевской. Карьерные амбиции у меня не состоялись. Как профессионал я умерла. Я осталась только как жена и как мама. Раньше бурные эмоции были положительные. А сейчас у нас спокойная жизнь и бурные эмоции – это когда мы ругаемся. Поругаешься в пух и прах. Потом сидишь и думаешь, нет, не моя половинка, совершенно не моя. Не подходит. Все по-разному у нас. А потом думаешь, нет, наверное, что 25 лет уже приросли, прикипели уже. Став идеальной матерью, женой и хозяйкой, Анна жалеет только об одном – о том, что растворилась в мужа и детях полностью, забыв о себе. Надо было какую-то свою линию найти в жизни. Утвердиться в чем-то. А в чем я утвердилась? Я утвердилась как домохозяйка или домработница. А вот как личность я не утвердилась, мне оставилось лет. А себя иногда успокаиваешь, говорю, да нас таких миллионы, таких, как я. Анна обратилась за помощью к экспертам Первого канала, чтобы доказать прежде всего себе – изменить жизнь все еще возможно. Мой внутренний мир, он не соответствует моему внешнему облику. Мне всегда казалось, надо избавиться от этого образа печальной собаки. Может, что-то изменится в моей жизни в дальнейшем. Может, у меня другие чувства возродятся с мужем. Может, он вспомнит, что когда-то были какие-то чувства. Дочь меня подталкивает. Иди, мама, иди. Иди на этот проект. Может, у тебя опять глаза загорятся. Анна, поздравляю, что ты у нас на проекте. Что привело тебя к нам? Не хватает острых ощущений в жизни? Да, чуть-чуть. И еще, может быть, остановить и вернуть некоторые года, мгновения назад немножко. Что ж, я думаю, опрос общественного мнения добавит в твою жизнь адреналина, которого тебе не хватает. Предлагаю начать прямо сейчас. С удовольствием. Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Мне кажется, ей лет 45, меньше 50. Где-то 46-47. А что выдает ее возраст? Состояние кожи, лица, естественно. Аня. Хотела адреналина? Получай. Получай. Я думаю, ей годы 52. Лет 50. Ну, лет 60. Где-то 46-47. Около 58. Мне кажется, ей лет 45. Лежит 50. 45-50. За полтинник? Обязательно. Ну, человек очень хорошо. У нее морщины возле глаз, шея выдает возраст. Мимические морщины вокруг глаз, тяжелые веки. Какая-то неопрятность в волосах. Прическу надо ее что-то более-менее такой посветлее чуть-чуть сделать. То она как общипана, как курочка. Ну что, мнения интересные. Очень разные, противоречивые, но интересные. Значит, близким ты нравишься. Опрос показал, что ты выглядишь хорошо. Зачем ты у нас на проекте? Любая женщина, любая мечтает замедлить процесс старения. Я не исключение. Я тоже хочу. А мне кажется, что ты, извини меня, от жира бесишься. От жира бесишься. Ну, правда. Прекрасная семья, любящий муж. Живешь за городом, природа, цветы. Боже мой, живи в свое удовольствие. И выглядишь хорошо. Ну, не совсем же. Чего тебе не хватает? Может быть, уверенности надо в себе. Я, например, иногда вот думаю, чтобы что-то сделать свою, работу найти какую-то. Ну, кто меня возьмет? Я же 22 года сижу дома и нигде не работаю. Домашняя работа, она никогда не ценится. Мама, подай, мама, принеси. Или еще что-то. А что у нас сегодня покушать? Я не женщина, а не пустомойка. Вот мне в последнее время ужасно хочется быть именно женщиной. А если бы, я не знаю, мы были бы действительно волшебниками, не перебросили тебя на эти 20 лет назад, что бы ты изменила? Я бы, наверное, все-таки нашла какую-то творческую работу. Пошла на какие-то курсы, может быть, что-то изучила. Интересно, что? Ну, вот дизайнерскому я пошла бы искусству. Я бы занялась бы садом. В общем, я люблю наводить красоту. Почему это не сделать сейчас? Стать дизайнером можно в любом возрасте. Возрасте. Вообще не вижу никаких препятствий. Вы меня прям вдохновили. Наконец-то мы поняли, зачем нам нужно преобразиться. Впереди у нас интересное знакомство с экспертами. Посмотрим, что они скажут о тебе. Пойдем? Пойдем, Света. Опрос в торговом центре показал, что незнакомые люди оценивают возраст Анны Косаревой в среднем на 50 лет. Сколько же ей на самом деле, сейчас узнаем. Анна, познакомься с нашей командой суперпрофессионалов. Сергей Николаевич Блохин, пластический хирург. Очень приятно. Олег Койников, стоматолог. Здравствуйте. Катя Гершуни, эксперт по стилю. Здравствуйте. И Евгений Жук, бьюти-стилист. Что ж, друзья, как вам кажется, сколько лет Анне? Сергей Николаевич, что скажете? 57-58. Олег? 54-55. Катя? 50. Женя? Согласен с Катей, 50 лет на мой взгляд. Скажи, сколько лет? 55 лет. А чувствуете вы себя моложе? Ну, я, наверное, чувствую на 45 себя. И мне бы хотелось выглядеть на этот возраст. На самом деле, Аня здесь недоговаривает, друзья мои. Скажи экспертам. Я 22 года, как родила сына, я села дома. И превратилась в домохозяйку. Я занималась садом, огородом, домом. Это была не тяжелая работа, это было мне в радость. Но все равно я в себе чувствовала этот потенциал. И я хотела реализовать себя. Когда вы меня сделаете моложе, может быть, я смогу себя реализовать. Вы не работали раньше? Работала в научно-исследовательском институте. Я была инженер-технологом. И там познакомилась со своим будущим мужем. А потом родился сын. И вот муж уже бизнес. А я села воспитывать сына. А та деятельность, которой вы занимались в те годы, она вам приносила удовольствие? Нет, совершенно. Это не мое. Я хотела творчеством каким-нибудь. А что же? Творчество, в вашем понимании, что это? В своем огороде я все делаю своими руками. И я знаю все, где посадить какое дерево, где какой цветок. Вы изучали ландшафтный дизайн? Да, я по книгам изучала. По книгам. Вы не пищали курсы? Нет, ничего. И муж говорит, ты какой себе дизайнер? Ну, ему виднее. Раз вы просидели столько лет дома, вы и дальше будете сидеть дома. Не обязательно. Что бы мы вам не сделали. Понимаете? Катя, у меня в два раза больше жизненный опыт, чем у вас. А я даже не спорю, Сергей Николаевич. Ничего не изменит. Ну, нет. Она занималась 20 лет ландшафтным. Так она и будет заниматься у себя в огороде. Меня вот Света здесь настроила на то, что я пойду на курсы и запишу. Но я надеюсь, что я обосновила. Ну, хочешь им эти курсы и опять вернётесь на свой огород. Вот после слов Сергея Николаевича, Аня, я считаю, ты просто обязана. Он прям издевается. Пойти на курсы. Ты просто обязана заняться ландшафтным дизайном. Я ему докажу. Вот докажу я это. Ну, что ж, давайте тогда заключим пари. Нет, мы нам ещё не докажем. И в финале вы должны будете как-то себя проявить, чтобы Сергей Николаевич оценил ваше преображение. Я опять толкусь с проблемой, с которой ты пришла к нам на проект. Да. Видишь, люди в телевидении, домохозяйка. О, Ань, тебя же это не устраивает. Вот точно так же, как с моим мужем. Вечно обрывают крылья. В любой семье должна быть поддержка. И когда ты хочешь что-то делать, тебя нужно поддерживать. Если меня не поддерживали 22 года, что, на мне крест ставить? Как вас не поддерживали? Вас кормили, поили, одевали. Это она всех кормила и поила, Сергей Николаевич. Одевали. Вот понимаете? Одевали. Уберите от меня его! Сколько людей, столько и судеб. Ее судьба, значит, такая. Если она с ней смирилась... Она не смирилась! Ну, сейчас она 55 лет опомнилась. Ну и что? Олег, скажи нам, современная женщина должна быть домохозяйкой или строить карьеру? Ну, я считаю, что любая женщина должна заниматься параллельно каким-то своим любимым делом. И ваша мотивация мне, например, понятна. Дайте сказать! Женщине. Просто дайте сказать! Ну, говори. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Катя, ты сама карьеристка или домохозяйка? Я однозначно карьеристка, конечно. А если карьеристка и домохозяйка, то это не женщина, это лошадь. Я понимаю, что 55 лет трудно начинать что-то свое. Но так получилось, что вот не расправились крылья. Поэтому я думала, что я теперь дам любовь к детям. А это все затянулось. Аня, что вас так сильно травмирует? Слова Сергея Николаевича. Меня обижают. Я сказал правду. Каждого свое дело. Вы сделали колоссальное дело. Вы воспитали детей. Вы помогали мужу. Да, домохозяйка. Но это не вукорно. У вас это слово домохозяйка звучит очень оскорбительно. Аня, для вас это настолько больная тема, что каждый раз, когда вы слышите домохозяйка, все, вас режут как будто бы ножом. На твоем месте могла стоять карьеристка, которая бы резала слово карьеристка. Я считаю, что для женщины ваша судьба лучше. Сергей Николаевич, выходите сюда. Пожалуйста, не называйте больше Аню домохозяйкой. Расскажите, как будет тебя омолаживать. Мы подтянем вам лицо. Уберем небольшие морщинки. Глазом вот это уберем. Да? Вот это расправим. Мы сделаем вас на 10 лет моложе. Согласна со мной? Согласна. Спасибо, Сергей Николаевич. Олег, порадуй нас. Улыбните мне, пожалуйста. У вас красивая улыбка, мне нравится. Немножечко зубки подстерлись. Челюсть ушла чуть-чуть назад, поэтому уголки рта немножко стали опускаться. У вас получится красивая работа. Спасибо большое. Я вам могу сказать, что после нашего преображения, даже после того, как я вам подарю улыбку, любые двери будут открываться. Вы не должны в себе сомневаться. Я буду рад вас видеть. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Катя, выходи. А я на самом деле хочу вас обнять. Спасибо большое. Вам нужна поддержка. Вот в моем лице она у вас 100% есть. Я вас очень уважаю, потому что вы как-то стоически выдержали все, что сегодня здесь происходило. Вы очень сильная женщина, но при этом вы очень мудрая, мягкая, такая настоящая женщина. А это значит, что вам покорится вообще на самом деле любой горизонт. Вам нужно примерить на себя образ деловой женщины. И тогда, вы не поверите, как это работает, что-то начнет происходить. Почему у вас опять глаза на мокром месте? От добрых слов, наверное. Ну ладно, ничего, все-все пройдет, сейчас все будет хорошо. Нет, Аня, это я вам говорю, что будет все хорошо, это 100%. Да, надо постоянно говорить. Потому что вы за кровищем. Спасибо. Женя, иди сюда. Аня нужна идеальную, совершенную прическу. Как я понимаю, вы хотите действительно помолодеть и немножко измениться в своем стиле. Что бы мне хотелось? Чтобы вы изменились не только в лучшую сторону, чтобы вы тем самым как-то приятно удивили своего супруга, который, возможно, поменяет свое мнение и начнет вас поддерживать в ваших начинаниях. Это и будет как раз-таки успех нашей работы, если у вас все хорошо пойдет в вашей карьере после нашего проекта. Над этим будем работать. Анна, я вас очень жду. Хорошо, спасибо. Аня, я советую тебе ограничить себя от всех вот таких вот мнений, подобных Сергею Николаевичу, и слушать мнения Олега, Кати и меня, и Жени. Они тебя хорошему научат. Да, да, да. Я чувствую благодарность коллегу. Спасибо большое. Благодарность Кати и благодарность Жени. О Сергею Николаевичу мы потом поговорим. Аня, я хочу сказать, что первый, с кем ты встретишься, это будет Сергей Николаевич. Так что, ну, как-то я советую вам все-таки подружиться до операции. Я, Вахтанч, успокоюсь. Я профессионал. И никогда, когда я работаю, никакие эмоции меня не посещают. Я четко делаю свою работу. Всем удачи, все у нас получится. Все, спасибо большое. Давайте обнимашки. Спасибо вам большое. Давайте и с вами, я тоже. У меня все получится. Надо только идти вперед. Куда открылись? Идти, ай. К дизайну? Прям-то я не узнала. Наша новая героиня, домохозяйка Анна Кусарева, успела поспорить с Сергеем Николаевичем Блохиным, который не верит, что в 55 лет можно освоить профессию ландшафтного дизайнера. Кажется, даже предстоящая операция волнует Аню меньше, чем желание убедить профессора в своей правоте. Она заявляет о том, что она хочет поменять род своей деятельности. То есть, стать не простой домохозяйкой, а каким-то дизайнером, дизайнером ландшафтов. Я не думаю, что она станет каким-то выдающимся дизайнером. Думаю, что ее деятельность, дальше ее дача-то и не распространится. Потому что ей 55 лет. Что там делаешь? Да пытаюсь найти курсы ландшафтного дизайна. Аня, вы опять за свое? Ну, я хочу доказать вам. И не только вам, но и себе тоже. Аня, это неправильный путь. Кому-то что-то доказывать – это глупо. Я, ну, немножко изменил свою позицию. И все-таки я становлюсь на вашу сторону. Если вам это принесет удовольствие, то кайф ради бога. Занимайтесь. Но ваша внешность к этому не имеет никакого отношения. Это мы делаем только лично для вас. Чтобы вы смотрели в зеркало и радовались. Я почему-то принял такое решение. Все-таки как-то подрить Аню. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот сейчас мы отмечаем признаки старости. Что нам надо поправить? Мы собираемся ей сделать полный комплекс. Верхняя и нижняя блефаропластика. Файслифт со смаз-лифтом. И я думаю, что это даст определенный результат. Файслифт со смаз-лифтом. Операция продолжалась два с половиной, три часа. За это время мы сделали файслифт и верхнюю и нижнюю блефаропластику. Я доволен операцией. Сейчас Аня находится в реанимационном отделении. И через час-полтора мы уже сможем с ней пообщаться. Она уже будет в адекватном состоянии. Ну, все хорошо. Все, давай. Спасибо. Телефончик тебе. Сегодня 55-летняя Анна Косарева отправляется в клинику Олега Конникова. Пора заняться улыбкой. Анна Косарева замечательная домохозяйка, которая стесняется того, что она домохозяйка, которая живет в браке с мужчиной. В его системе координат женщина сидит на кухне и стирает, и готовит, и растит детей. На сегодняшний день она решила изменить это. Вот замечательно. Хочется верить, что получится, что она найдет себя. Вы вообще любите улыбаться? Если честно сказать, я хохотушка. Я всегда смеюсь. Вы отмечаете спазмы в области головы, шеи, горла? Мышечные спазмы? Нет, это по молодости было. Там неправильно полежало было. Сейчас уже по-другому все. Следишь за этим. То есть молодость у вас была активная? Она была веселая. Состояние зубов, ладно? Состояние удовлетворительное. У нее отсутствует один жевательный зуб, который она потеряла в результате лечения. Начинаем мы с профилактической чистки. После этого мы производим отбеливание. Меняем пломбы, чтобы они перестали дисгармонировать с ее вновь обретенным белым цветом зубов. Мы поработаем со спущенностью в передней модели и поставим имплантант в области жевательного зуба. В постановке импланта мне помогает наш замечательный хирург Максим Антосик. Формирование ее улыбки мне поможет мой техник Алексей Вестрич Богданов. У нее достаточно интересная работа. У нее два центральных резца достаточно сильно стерты только из-за того, что на нижней челюсти передние зубки искривлены. И во время подвижения нижней челюсти вперед, спущенность в переднем модели стирала передние зубки наверху. Поэтому мы приклеили рефракторные люминиры, очень-очень красивые, которые придали ей уверенность и добавили молодости ее лицу. Красивая улыбка – это когда центральный резца чуть больше, боковый чуть меньше. Даже цвет зубов немножко разный для того, чтобы картинка была идеальной. Когда ты смотришь на эту работу после фиксации, да, что-то здесь изменилось, что-то она сделала, может быть, с губами что-то сделала. Так нет, 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 это на самом деле всего 20 нейтральных резца. Чтобы вы понимали, и чтобы все понимали, мы вам просто приклеили такие тонюсенькие-тонюсенькие накладочки. Они немножечко изменили вашу улыбку, а теперь давайте вы посмотрите на себя. Давайте, наконец-таки. Да, возьмите. Ой, какие красивые зубы. Отличные. Ага. Ой, шикарно. Раньше угли кривые, куда-то западали. А сейчас и нижние красивые, и верхние ровные. Очень хорошо, Олег. Большое вам спасибо. В тот момент, когда она взглянула на себя сквозь это зеркало, посмотрела на свои зубки, этот взгляд с домохозяйкой не имел ничего общего. Это был взгляд уверенной в себе девушки, которая добьется чего бы она ни пожелала. Давайте обнимашки. Да. Машку спасибо вам большое. Давайте и с вами, я тоже. Большое спасибо. 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 Анне Косаревой понадобится время, чтобы привыкнуть к своей новой улыбке. А пока она спешит на прием к косметологу проекта Надежде Вещепановой. После операции остались некоторые элементы, которые мне нужно скорректировать. Работать с олбом, гусиные лапки, носогубные складки. Больше я ничего не буду менять в этом прекрасном лице. Есть такой гипертонус в области мышц подбородка. Его я обязательно ослаблю. Единственное, что хочу еще сделать, это поработать с кожей на руках, потому что явно такие трудовые руки. Выпишу вам справку о том, что вы освобождены от домашних дел на 7 дней. Справку показываем мужу. Угу. И всем особо. Я помню, у меня муж покорил тем, что он мне читал эти рубаи Амара Хаяма. Я думаю, какой мужчина. И все. Еще завалил мне комнату, все цветами заводил ухаживаю. Слушайте, он романтик. Зато сейчас ни одного букета не подойдет. Как мужа зовут? Ой, у него трудное имя Федорис. Федорис, у меня к вам просьба. Раз в неделю, пожалуйста, дарите ей цветы. Это так приятно. Ну, должен же кто-то ему подсказать. Анна вызывает невероятную симпатию. Несмотря на то, что она просто домохозяйка, она со всеми себя не потеряла. Красивая, приятная, умная, образованная женщина. Вдох. Нормально? После того, как мы рожали, все нормально. Бородок вверх. Да. Сильно. Мы укололи ботулотоксин в лоб, межбровку. Она смеется очень замечательно, хорошо, гусиные лапки выраженные, поэтому пришлось колоть достаточное количество ботулотоксина. С губами я ничего не делала. Губы очень красивые, объем шикарный. 55-летняя Анна Косарева хочет стать ландшафтным дизайнером и избавиться от образа домохозяйки. Эксперт по стилю Катя Гершуни наверняка приготовила для нее соответствующие наряды. Здравствуйте. Вы прекрасно выглядите, Аня. Спасибо, спасибо, Катя. А пришла я тебе в вечернем платье, потому что хотела тебе показать. Я его сама шила. А вы раньше шили? Я сама учка. Мое хобби – это вот шить и вязать. Аня, Аня, подожди, мы запутались в своих хобби. Вначале ты говорила, что у тебя хобби. Сад огород, ландшафтный дизайн. Ты мне даже пообещала, Аня, найти курсы. Я нашла курсы. Вот как только этот проект заканчивается, я все равно собираюсь этим серьезно заняться. Ну, у меня еще одно. Меня пригласили в один коллектив. Я должна и ходить. Им шить 20 тюбок, 20 бульков. Костюмерам? Да. Коллектив творческий? Да, да. Так мы же практически коллеги, Аня. А вы не могли бы снять палантин, и я взгляну на силуэт? Могу на силуэт. Боже, какая стройная. Наша прекрасная Анна великолепно шьет. Хорошее платье. Немножко надо по тенденции почитать, изучить рынок, но мне кажется, у нее все получится. Сколько вам лет я забыла? 55. Уже 55? В это сейчас невозможно поверить? Да, да. Совсем-совсем в это будет невозможно поверить, как только мы примерим то, что я приготовила для сегодняшнего дня. Та-дам! Очень красиво. Вот единственное, что в общем дырчатое после колен. Вот это меня смущает. А мне все-таки 55 лет. Боже мой, да самое время, Аня! Идем в мире. Первый комплект на основе такого спортшика. Это яркая, кружевная голубая юбка, босоножки, жемчужный топ и очень красивый пыльно-розовый бомбер. Мне нравится ставить женщину, которая привыкла жить определенным способом, в другую ситуацию. Это полезно вот прям со всех сторон. Как ни посмотри. Попа вообще отлично сидит. Я очень большой спец по попам. И вот этот цвет голубой вообще безумно красиво. Юбка вообще изумительная. Ну вот вам, как начинающему дизайнеру. Не начинающий, 55 лет. Ань, почему ты нам постоянно напоминаешь о своем возрасте? Мужу с Катей 25 раз забыли, сколько тебе лет. В этой женщине невозможно угадать ту, кому 55. Никогда мы больше об этом не говорим. Все, забыли. Какую бы профессию вы в дальнейшем не выбрали, будь то ландшафтный дизайн или дизайн одежды, вы уже выглядите невероятно креативно. Мне интересно, что вы скажете, когда увидите следующий комплект. Потому что, на мой взгляд, это тоже отражает творческую натуру. Вот это мой стиль. Вот это мне нравится. Серьезно? И дырка нравится на коленке? И дырка мне нравится. Ну, второй образ – это классика жанра. Это тенняшка, джинсы, жакеты, кроссовки. Я даже не могу себе представить, как женщина может жить без такого комплекта. Ну, лично для меня это просто ежедневная фактически униформа. Вот это вот ты мне полностью угодила. Дайте, пацаны. Я как своей тарелке, можно сказать. Вот это все мое. У меня все получится. Надо только идти вперед. Куда только идти, Ань? К дизайну? К любому. Хоть лошадные, хоть такое. Но вперед. И пусть никто не тормозит. Никакие мужчины. Тут закован еще один очень красивый сюжет вашего такого творческого романа. Но его вы увидите только, когда уже Евгений поработает над волосами. Создает какой-то роскошный макияж. И да, вы, Аня, предстанете уж перед нами. На всей красе. Преображенный на сто процентов. Кстати, ты помнишь, что ты поспорила с Сергеем Николаевичем? Да. Чего ты будешь делать-то на финале? Не хочется же проигрывать ему. Меня взяли на работу. Это тоже же какой-то выигрыш. Достижение. Согласна. На данный момент не сложилось с ландшафтом, с дизайном. Зато с дизайном одежда все в порядке. Лену из вас. Пойдем к ней. Давай. С каждым днем на проекте Анна Косарева все больше убеждается, что в 55 лет еще не поздно изменить жизнь. Она предвкушает встречу с бьюти-стилистом Евгением Жуком. Светочка, я рад тебя видеть. Здравствуй, и я рада. Здравствуйте, Аня. Знаете, кого вы мне напоминаете? Одну солистку из одной известной женской группы. А мне кажется, что это потрясающий комплимент. А знаете, почему она так говорит? Потому что она всегда мечтала петь в женской группе. Для меня приглашают женские группы. Ну, какой у меня? Голоса нету. Жень, голос там, ты же знаешь. Не обязательно. На мой взгляд, он нужен. Возможно, я старомоден. Аня, вдруг действительно Женя решит сделать твой образ подобной солистке какой-нибудь женской сексуальной группы? Нет, мне бы не хотелось. Мне хотелось всегда оставаться самой собой. Может быть, чуть-чуть лучше, но самой собой. Я, Женя, тебе доверяюсь полностью, как истинному художнику. Ну что ж, вызов принят. Удачи, хорошей работы. Спасибо. Пока, Света, не скучай. Аня, Анна, Аннушка. Анюта. Анюта. А как вас супруг называет? Просто по имени Аня. Вы не из тех пар, которые там займались? Нет, нет, нет. Мы из тех пар, у которых все бурно, все эмоционально, все взрывное. То есть у вас бывают ссоры? Очень часто. До драки у нас никогда дело не доходило, слава богу. Но вещи собирала, выпроваживала. Выпроваживали? Да. То есть не сами уходили, а его выгодили? На самом деле, Аня не такая уже и белая, пушистая домохозяйка. Ей палец в рот не клади, она еще может сказать свое твердое женское слово. А как вы относитесь к тем, которые изначально хотят состояться как личность? Именно женщина-карьерист. Ну, представь, Женя, приходишь ты домой, жена у тебя на работе, дома не убрана, вещи разбросаны, ужин не приготовлен. Когда два человека работают, у них как минимум в два раза больше заработка. Ну, будем так считать, да? Да, они могут себе позволить. Позволить домработницу, няню-уборщицу, повара. В семье должен быть очаг. Этот очаг создает женщина, а не какой-то посторонний человек, который приходит и тебя убирает. Вы все же намерены заниматься своей карьерой сейчас? У меня очень сильно разит дух противоречия. Если мне говорят, что из тебя там что-то такое не получится, я иногда злюсь и думаю, ну нет, на злое это сделаю и покажу, и докажу это. Ну, вот в один коллектив меня пригласили костюмером. И если мне там понравится, то, значит, ландшафтный динзайн пока подождет. Костюмером в коллектив это... Музыкальный коллектив. Может, это та самая группа? Нет, это точно не та группа. Анна, я закончил с окрашиванием, и теперь нам нужно смыть краску. И вот, что я буду использовать. Это знаменитая лошадиная сила – шампунь, бальзам и тающая маска. Волосы будут расти, выглядеть гуще и роскошнее. И вы всегда будете на высоте невероятно эффектная и красивая. Аня, я сделал рыжий цвет волос, потому что, во-первых, он хорошо подчеркивает ее цвет глаз. Во-вторых, со светлым цветом волос ее кожа сливалась. Сейчас приступаю к макияжу. Кстати, вы обычно дома, вы делаете макияж себе такой? Да, я всегда стараюсь наносить хотя бы минимальный макияж на лицо. Вам это идет, но перед тем, как сделать макияж, всегда нужно ухаживать за лицом. Средство линии Лора – это альтернатива салонной мезотерапии. Сыворотка Лора Мезоэффект с коктейлем активных пептидов из Швейцарии глубоко проникает в кожу и заметно разглаживает морщины. Обходящий в комплект мезороллер значительно усиливает действие сыворотки. Чтобы продолжить уход в домашних условиях, мы дарим вам полную коллекцию косметики Лора. Я не уверен, что мужу Анны понравится ее новый образ. Он человек-консерватор, судя по его отношениям к ней. А вот ей он как раз-таки подойдет, потому что он придаст какие-то силы в ее новых начинаниях и будет вдохновлять на какие-то новые действия. 55-летнюю Анну Косареву начали тяготить обязанности домохозяйки. Женщина мечтает стереть признаки старения со своего лица и построить карьеру ландшафтного дизайнера. Анне сделали подтяжку лица и шеи, блефоропластику верхних и нижних век, стоматологи подарили ей идеальную улыбку, косметологи – гладкую молодую кожу, а стилисты – с ног шибательный образ. Удалось ли нашей героине избавиться от имиджа домохозяйки? Узнаем прямо сейчас. Ох, друзья, как вам кажется, сколько лет этой незнакомки, Олег? Вы настолько красивая, классная и стильная, что вот у стиля нет времени. 45 – это ваш потолок. Очень приятный комплимент, спасибо большое. Сергей Николаевич. 46-47 лет. Спасибо. Катя. Когда Аня улыбается, ей и 45 не дашь. Улыбайтесь всегда, это очень красиво. Женя, скажи, что ты думаешь. Я думаю, 42. О, спасибо, Женя. Аня, я уверена, что когда ты увидишь свое отражение в зеркале, ты забудешь напрочь о той домохозяйке, которая пришла к нам в студию. Готова? Готова. Батюшки. Даже не пойму, на кого я похожа. Я вообще в шоке, я себя там не узнаю. Здесь вообще другая женщина стоит передо мной, незнакомая. Ань, скажи, пожалуйста, кого ты увидела в зеркале? Какую-то дерзкую, коварную женщину. Ого, коварную? Коварную? Даже так, да. А коварство куда вы направите? В огород. В огород? Вот я хотела Сергею Николаевичу сказать спасибо, но вот понимаете, ваше поведение иногда бывает такое, что в общем... Моя задача и задача всей нашей команды изменить ваше не только внешнее, но и внутреннее. А это надо выдернуть вас из вашей комфортной обстановки, расшевелить. Мне внутренняя часть моей души нравилась. Мне не нравилась только внешняя оболочка. У вас была неплохая внешность, и душа, наверное, неплохая, хотя вы очень склоочная такая. Я склоочная? Да, вот все время стараетесь поссориться со мной. А вы не заметили, что я только с вами, а с другими нет? Ну, у меня такая роль. Ну, да. Мы когда встретились с Аней у меня в студии, она мне рассказала, что в ее жизни реально случились огромные перемены. Она теперь занимается дизайном одежды, между прочим, это такая творческая женщина. Это громко сказано. Аня, ну ведь начало же уже положено. Мне всего лишь 55. А выгляжу я на 42. Два. Так что у меня вся жизнь впереди. А я смотрю на вашу улыбку, но эта улыбка просто 30-летней барышни. Я вас узнал поближе и понял, насколько сильная вы личность. Я уверен, что у вас все получится. Можно я тоже скажу, Светочка? Конечно, Сергей Николаевич. Вы знаете, что мне вас импонирует? Помните историю графа Монте-Кристо? Вот его держали в одиночной камере, как у вас на кухне, в огороде. И в один прекрасный момент он вырвался. Да, но у него нервы. И такого натворил? Я думаю, вы натворите. Я думаю, что уже всем интересно увидеть этого мужа. Все, этот момент настал. Прям-то я не знаю. Как будто не моя мама. Она изменилась совсем, да. Мы привыкли к ней к другой. Какой? Только не говори, что я в партуке хожу и в халате. Вам нравится? Не, не очень нравится. Внешняя оболочка – это одно, и внутренность мне больше нравится. И этот изменить невозможно. Да, ощущение, что ты моя подруга, а не мама. Как, пустите вот жену? В огород. В огород. Ну, это же я по желанию. Это же радость для нее. Мы сейчас с Саней отправимся в торговый центр, и там совершенно незнакомые люди оценят вашу супругу и скажут, ну, какой возраст она выглядит в их глазах. Вы так сурово смотрите, что, мне кажется, может быть, не стоит этого делать. Нет, ну, давайте, давайте. Да, с вашего позволения. Мы с Анечкой все-таки закончим традиционно выпуск. Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Лет 35-40. 37-40 лет. Около 35. 39-40. 35 до 40. 25-30. Ну, мне кажется, где-то 35. По результатам опроса, после масштабного преображения, 55-летняя Анна Косарева выглядит в среднем на 38 лет. Может ли домохозяйка стать дизайнером? Может ли уставшая женщина изменить свою жизнь? Конечно. История нашей сегодняшней героини это подтверждает. Верьте в себя. И смотрите нас через неделю на Первом канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok